Православие Православие зародилось на Великой Руси еще в 988 году. Тогда произошло массовое крещение во главе с князем Владимиром. Стала Русь богата церквами и храмами, куда приходили люди с обращениями Господу, своими просьбами и мольбами, где прославляли имя Божье. Во времена революции и последующих репрессий многие из этих обителей были разрушены. Сейчас общими стараниями они возрождаются. Немало таких храмов и на Орехово-Зуевской земле. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы хотели поговорить с вами о крестово-воздвиженском храме. Это очень старый храм. Построен он в XIX веке. И расположен он на краю города Орехово-Зуево, улица Подгорная, точный адрес Фабзауча-3, что на Карболите. Храм Воздвижения Креста Господня является историческим памятником Московской области. Он ровесник Центрального храма Орехово-Зуевского благочиния Собора Рождества Богородицы. Мне посчастливилось углубиться в историю Крестово-Зуевского храма и защитить дипломную работу в Духовной Академии по истории этого прихода. Еще не было Собора Рождества Богородицы. Был в Дубровке деревянный храм, а наше село Зуево окормлялось от храма Рождества Богородицы, который был на речке Вырка в Нестерова. И здесь активно прихожане, люди, которые здесь находились, они хотели иметь церковь. Гуслицкий архимандрит пишет высочайшее донесение в консисторию, в которое описывает такое интересное состояние. Орехово-Зуево, два села, представляют собой некую промышленную часть города Москвы. Здесь очень много фабрик, много рабочего люда, которые за неимением храма Божия в свободное время от работы идут в петельные заведения и упиваются до безобразия. А если бы была бы церковь, то они бы, поскольку имеют страх Божий, конечно же, пошли в храм, и их умы думали бы совершенно о другом. Вот так интересно, что церковь является местом некого преобразования человека, возможности совершенно думать о других вещах и направлять свои силы, наверное, в нужное, в созидательное направление. Так получили высочайшее согласие строить храм Рожеста Богородицы. Но в это время купцы еще имели желание построить новый трехпрестольный храм в честь возвышения креста Господня на месте деревянного храма в Дубровке. И вот между ними было соперничество. Но оно было еще определено тем, что строительство храма предполагало наличие рядом с храмом большой ярмарки. А ярмарка – это доходная часть. И это было интересно и той, и другой стороне. Но чтобы попасть к деревянному храму, нужно было в момент, когда клязьма разливалась, лодка нужна была даже, чтобы туда попасть. И поэтому, конечно же, проектная часть по строительству большого храма была отдана более, наверное, выгодному такому положению здесь, где сейчас стоит собор. Потому что это был пустырь, возвышение. Здесь возвышенность больше, чем в крестовозрительском храме. И подальше от реки. Но прошения в консисторию писались с одной другой стороны. И было получено разрешение и для строительства крестовозрительского храма. И вот два храма буквально вместе начались строиться, возводиться. Это и соборство Богородицы, и храм крестовозрительственного Господня. Это середина XIX века. Так общими усилиями появились в те времена два красивейших храма – крестовозрительский и Богородица Рождественский. Они окормляли прихожан трех сел – Орехово, Зуево и Дубровка. В 1917-м – Грянова революция. Начались гонения на церковь. В 1929 году крестовозрительский храм был закрыт. Его настоятель Василий Никольский расстрелян в годы репрессий. Здание храма не разрушили, но купола и колокольню уничтожили. Здесь разместили авиамоторный клуб, во время войны госпиталь, после войны – ремесленное училище, преобразованное в дальнейшем в ПТУ номер один. Тогда же здание храма реконструировали, сделав двухэтажным. К нему вплотную пристроили два новых. После училища здесь разместили батальон МВД. В начале 2000-х годов, точнее сказать, в конце 90-х, пошло движение возрождения храмов божьих. То жители нашего города организовали общину верующих в этом храме. Но там еще не было храма, конечно. Это принадлежало государству. И когда последнее государственное учреждение покинуло стены, то было страшно смотреть, что там происходило. То есть и мародерство было, и, в общем, руины достались нам. После возвращения храма православной церкви первым его настоятелем и на протяжении последующих 12 лет был протеерей Андрей Зазуля. Начался нелегкий процесс восстановления поруганной святыни. В 2001 году я пришел сюда. И я очень-очень-очень, я прям не перестаю благодарить всех тех людей, которые первые пришли в этот храм, и мы вместе строили и восстанавливали этот храм. Как мы его строили, поделюсь с вами такой секретом таким. Храм построен, в общем-то, все наши пожертвования. Люди стали ходить в храм, стали жертвовать. Все. И у меня такая была, знаете, такая, денег не хватало. Ну что делать? Деньги надо было занимать, а потом отдавать. Поэтому вот я, когда весной, летом начинал стройку, восстановление, реставрацию, вот я занимал деньги. А потом уже, когда осень и зима, я их уже отдавал. Когда мы пришли в этот храм, мы прямо удивлялись таким чудесам. Знаете, вот храм был устроен, знаете, он был перестроен. Здесь наградили двое этажи, всякие санузлы, не знаю, бани, помывочные, не знаю, что тут только не было. И вы знаете, все, и под всей этой штукатуркой оставались росписи. У нас есть фотографии, и когда-то эти сюжеты будут написаны в этом храме. Буквально по сантиметрам очищая штукатурку, приходилось догадываться о первозданном виде храма. Четких фотографий вообще не сохранилось, ни одной. Но есть одна фотография, когда рушат колокольню. Это 1929 год, когда там тянут веревки и рушат этот храм. И из-за этой колокольни как-то просматривается крыша храма, все. Но все это можно было, знаете, мы как следопыты, мы, в общем, когда штукатурка отпадала, мы видели, что кладка. Мы старались восстановить эту кладку, где-то своды, все. В этом храме оставалось две колонны каких-то, вот две неразобранных колонны. Мы уже по этим колоннам определили, где должны находиться еще другие колонны. Клопали фундамент, землю. И находили место, где должны были эти колонны. Советовались с инженерами, конструкторами, как правильно построить новые колонны. Все, вот колонны построены, крепкие, по всем технологиям, с арматурой. Уже их не разберешь. Даже вот не могу до сих пор поверить, что это смогли сделать. Восстановить, построить. Мне кажется, если вот второй раз такое представилось бы в моей жизни, я бы, я бы, наверное, не знаю вообще. Я бы даже не знал бы, что делать. Но тогда я молод, столько энтузиазма, столько любви, столько любви людей. Все идут и делают, и это прекрасно. Это лучшие годы в моей жизни. Наверное, такие годы не повторятся уже. Вспоминает священник Андрей Зазуля и первый молебен, который проходил в еще не начавшем восстанавливаться храме в марте 2001 года. Это был праздник в честь неупиваемой чаши Престой Богородицы. Такой есть праздник. И мы отслужили здесь первый молебен. И что этому пришествовало? Мы пришли и делали здесь первую уборку. Был мороз. И знаете, что здесь было? Здесь столько было мусора разного. Здесь прям было, я не знаю, здесь был целый метр этой капусты гнилой. Кто ее сюда привез, не знаю. Одна из первых прихожанок крестовоздвиженского храма – Галина Гольцова. Она помогала настоятелю готовиться к первой службе. Впоследствии осталась здесь на служении. Я случайно узнала из газеты, прочитала, вот Орехозуиска, правда. И вот ходила здесь, искала, где этот храм. Знаете, я мимо прошла, даже не знала, что это храм. В общем, очень случайно вот сюда вот пришла. Мусора очень много выносили. Вот это вот все, все равно это было очень радостно. Молебны, вот с батюшка Андрея служил, ходили. И вот, в общем, шли вот сюда, такая большая радость была очень. Хоть и тут и было все так вот разрушено. Батюшка Андрей всегда говорил, давайте пошлем вот письмо Господу, вот это вот помолимся. И вот молились очень, это вот сильная молитва была. В настоящее время настоятием крестовоздвиженского храма является протеерей Алексий Левченко. Работы по реставрации святыни не прекращаются ни на минуту. Я как настоятель в девятнадцатом году приступил к сложению по благословению митрополита московского ювеналия в конце мая. Принял я этот храм огромный, красивейший, в состоянии в таком, что надо еще очень много приложить труда и работы. Конечно же, это и благоустройство территории, это и сейчас вот мы хотим заменить иконостас, увеличили немножко солью для его установки. И очень много работ будет еще сделано по отделке, вот на что также требуется огромное количество средств. Нужно делать добавочные утепления, нужно делать, расширять воскресную школу, помещения хозяйственные. То есть очень-очень-очень много работ. И если есть такая возможность у людей, свободное время просто или какие-то идеи даже, то есть мы ни от чего не откажемся, все принимаем. И так вот вместе, пусть небольшим, но приходом, уже общиной, вот мы потихонечку идем верным путем. Храм еще только находится в стадии восстановления, но молитва есть, службы, литургии ведутся, и крещение, и венчание. Так что всех христиан, и кто еще даже не крещен, мы приглашаем в наш храм для молитвы, для того, чтобы совместно, вместе, одной семьей, идти к Богу. В таком благодатном деле невозможно обойтись без помощи людей. В жизни каждого из нас есть то, за что хочется отблагодарить Бога. Участие в восстановлении, реставрации или строительстве храма – лучший способ сделать это. Храм имеет свое название «Воздвижение креста Господня». Однажды, когда крест Господень, казалось бы, совершенно потерялся, никто не знал, где он находится, мать императора Константина Великого, царица Елена, решила найти место и крест Господень. И когда обрели крест, то его вытащили из мусорной ямы, которая несколько лет, десятилетий была, заваливалась различным мусором, но крест был найден. И в этот момент очень много людей желали увидеть крест Господний. Тогда его подняли, и люди смотрели на крест, крестились и говорили «Господи, помилуй». Так появился праздник «Воздвижение креста Господня». И мы верим, что и наш храм «Воздвижение креста Господня», он, мы видим уже, он встает из этого мерзости запустения, он становится все краше и краше. И мы благодарим Бога, что Господь дал нам возможность поучаствовать в возрождении этого прекрасного храма, памятника культуры и украшения нашего города Орехозуева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин